Девушки отдыхают Этот Нарудин твой друг? Да, старый друг. Он, наверное, захочет нас угостить. Мы целый месяц сидели на дождевой воде и рыбе. А кто завел нас прямо на Занзибарской миле? Был туман. И кто упрямо не хотел слушать моего совета? Пойдем со мной. Возвращайся в свой хлев. Развлекайся, но помни, у меня нет денег, чтобы вытаскивать тебя из тюрьмы. Это настоящий китайский фарфор? Династия Минь, вчера привезли шелковым путем. Шелковые? Невероятно. Если бы у меня были такие, я бы быстро их продал. Хочешь поменяться? Не хочет. Кто-то отнял у него язык? Не кто-то, а что-то. Меч. Это лучшая дамасская сталь. Пончики! Медовые пончики! А к ним нет абрикосового вина. Платишь золотом или слоновой костью? На рудин! Синдба, ты приехал. Тысячу раз спасибо. Как я рад тебя видеть. Похоже, ты процветаешь. Процветание – это плод мира. Но на самом деле не все так мирно, как кажется. Именно поэтому я послал за тобой. Что не так? Увидишь. Так им и надо. Мы им покажем. Ты не заплатил нам за охрану. А как тебе такая охрана? И не забудь вот это. Ты чего хочешь? Пощады не будет. Ну давай. Давай же, давай. Давай. Нужно поворачиваться быстрее. Это совсем не кстати. Дамасская сталь, говоришь? Не попал. Снова не попал. Ты бы не игрался с острыми предметами. Давай. Хватит уже. Предлагаю поехать за город. У вас удивительный фарфор. Сделано в Багдаде. Ты успокоился? Слазь, слазь. Остынь. За это я тебя убью. Я уже это слышу не первый раз. Спасибо за лошадь. Пошел. Синдбад. Я убивал и лучших, чем ты. Атлантис Филмс и Ол Американ Телевижн представляют. Приключения Синдбада. Приключения Синдбада. Приключения Синдбада. В ролях Зен Гэзнер. Джордж Буза. Тим Прогош. Орис Эрхуэра. Сокол Дермат. И Марая Ширли в роли Брин. Приключения Синдбада. Путешествие в ад. Посмотри на меня. Посмотреть в злые глаза мертвеца? Не хочу. У нас с тобой договор, жена. Я подарил тебе сына, чтобы когда-нибудь вселиться в его тело. Он будет твоим, когда я скажу. Тимур еще не готов. Сегодня он проиграл. Ты, наверное, уже знаешь. Это ты виновата, что он проиграл. Твоя доброта сделала из него слабака. Заберешь его, когда я скажу. Он мне нужен до захода солнца. Тимур заслуживает большего, чем то, что ты ему готовишь. Ты можешь поплатиться за свои слова. Не забывай, что ты здесь только благодаря моей магии. Моей. Нет. Мы оба появились благодаря тому, с кем заключили соглашение. Или ты забыла? Возвращайся в ад. Исчезни. Он мой, пока я не передумаю. Мой. А ты хороший всадник. Лучше ездить верхом на волнах. Кто это был? Тимур. Но не Тимур-старший? Его сын. Кто такой Тимур-старший? Самый жестокий человек со времен Атиллы. Вор, грабитель, душегуб. Он долго нападал на наши края. А теперь молодой Тимур пошел по кровавым отцовским следам. Яблочко от яблоньки недалеко катится. А что случилось со старшим? Крестьяне заманили его в ловушку, поймали и сбросили в пропасть. Падая, он кричал, что вернется, и отомстит. Синдбад, я знаю, что молодой Тимур не такой, как его отец. Если ты так говоришь... Но я боюсь за него, из-за наших людей. Есть что-то еще? Тимур-младший живет с ведьмой. Ее зовут Метана. Почему с ведьмой? Она его мать. Метана растила мальчика после смерти отца. Чудесно. Отец-убийца, мать-ведьма. Хорошая семейка. Нас прогнали. Унизили. Это был Синдбад. Рано или поздно ты должен был встретить достойного противника. Отца никто не мог победить. Иногда мне кажется, что я его слышу. А ты не слушай. Ты сам должен выбрать свой путь, пока у тебя есть выбор. Не знаю, смогу ли. Сможешь. Должен. Когда я была молодой, тоже мучилась. Я была дочкой колдуна и ведьмы. Надо мной издевались. А потом в наше селение приехал твой отец и вырезал всех, кроме нас. Он хотел знать наши тайны. Хотел, чтобы я родила ему ребенка. Ты никогда этого не рассказывала. Не обо всем можно рассказывать. Ты был зачат среди жестокости и ненависти. Но после твоего рождения я изменилась. И моя жизнь изменилась. Отец хотел, чтобы ты был такой, как он. Однако я растила тебя с любовью. Сейчас ты должен уйти. Почему? Мне надо кое-что сделать. Пожалуйста, иди. Иди. Будь осторожен. Над нами посмеялись. Особенно над тобой. Мы не первые, над кем посмеялся Синбад. Это был Синбад? По-твоему, мы не сможем справиться с Синбадом? Неужели? Прячемся. Что будем делать? Убьем Синбада. А потом начнем завоевание Карболы. В прошлый раз мы им хорошенько дали жару. Они захотят отыграться. Дубар говорит правду. Они нам не чита и знают это. А если не знают, то мы проучим их еще раз. Это тоже вполне возможно. Что-то ты разговорился. Нападаем. Я сказал, нападаем. Вот сам и нападай. Вот и они. Они. Что случилось? Его окружает зло. Он победил. И теперь издевается над тобой. Срази с ним. Победи его. Попробуй с ним поговорить. Сомневаюсь, что они захотят разговаривать. Я их хорошо попрошу. Убей его. На Тимура словно что-то воздействует. Нужно с этим покончить. Он хочет тебя убить. Тимур, я хочу поговорить с тобой. Убей его. Возьми меч. Ты убьешь безоружного человека. Твой отец так и делал. Ты останешься один. Убей своего противника. Клянусь, я убью тебя. И что ты этим докажешь? Убийством еще никто ничего не доказал. Синдбад. Отойдите. Заруби его. Синдбад. Не вмешивайтесь. Может, нужно? Тебя послал на Рудин? А если так? Старый дурак. Который верит в тебя. Меня это не интересует. Интересует. Просто ты этого еще не осознаешь. Прикончи его. Давай. Тебе конец. И что мы будем с ним делать? Дадим несколько уроков. Сколько волка не корми. Фарус. Синдбад. Мы еще встретимся. Я поставлю тебя на колени в аду. Где мое оружие? Оно тебе не нужно. Ты среди друзей? Я все равно тебя убью. Сначала поешь. Давай. Меня зовут Брин. Отстань. Я тебя знаю. Что ты знаешь? Что ты не хочешь оставаться один. У меня есть мои люди. Они трусы. А ты вряд ли хочешь, чтобы твои люди были трусами. Иди к нему. Иди к Синдбаду, Тимур. Слушай их. Слушай. Для меня что-то осталось? Вот это я понимаю. Мужчина проголодался. Слушай. Так у тебя на него свои планы. Он не такой, как ты. У него не твое сердце. Ведьма, твое время вышло. Тимур и так слишком долго был с тобой. Ты не можешь мне приказывать. Могу. Сегодня ты мне не откажешь. Возвращайся в ад. Исчезни. Я же сказал, ты забыла, что в нашем соглашении есть третья сторона? Узнаешь их? Голымы. Посланцы князя тьмы. Митана, Дэд вернулась от своего мужа и нарушила наши планы. Что с тобой? Мой сын еще не готов. Наш сын будет готов тогда, когда я скажу. Он родился, чтобы дать мне то, чего я хочу. Еще больше смерти и разрушений? В нем бьется мое сердце. Я не разрешу вам забрать Тимура. Не разрешишь? Ты нарушила договор. То, что должно было произойти, произойдет сегодня. Разве что ты мне послужишь. Послужит? Я требую отдать то, что мое по праву. На все свое время. Мне нужен Синбад. Пришли его ко мне, а потом поговорим о будущем Тимура-младшего. Нет. Пришли его. И будь убедительной. Ты такая добрая. Ты знаешь, как это сделать. А я сделаю так, чтобы они тебя пожалели. Да, теперь тебя можно только пожалеть. Отец научил меня метать ножи, когда мне было три года. А я потерялся раньше, чем мог у него чему-то научиться. Нужно сказать, что я не очень любил те уроки. Кто это? Голымы. Слуги дьявола. Ничего себе. Неприятные типы. Брин, охраняй Тимура. Брин, не спускай глаз Тимура. Нет. Куда они подевались? И Тимура забрали. Метана должна знать. Ведьма? Охраняйте дверь. Не нужно бояться эту женщину. Почему? В этом доме нет зла. Только она может помочь нам найти Тимура. Кажется, ее нет дома. Метана. Боже мой. Что с вами случилось? Меня наказали. За что? Я пыталась спасти своего сына. Вы знаете, куда его забрал отец? В ад. Чтобы исполнить договор, который мы заключили с дьяволом. С дьяволом? С князем тьмы и воплощением ненависти. Самым страшным злом. Что это за договор? Мы его сына принесут в жертву. Чтобы Тимур-старший завладел телом сына и снова пришел в этот мир творить зло. А младшего можно спасти? Если вы захотите спуститься в ад. Называется «Отдохнули». Я могу отправить вас туда и вернуть назад. Один маленький вопрос. Как сражаться с покойниками? Я помогу вам защитить себя. Возьмитесь за руки. Вытащите оружие. Она светится добром, а у тебя есть смелость. Даже в аду с вами будет сила Димдима. Умоляю. Не допустите, чтобы Тимур расплачивался за грехи своих родителей. Фарус, останься здесь. Охраняй ее, чтобы с ней ничего не случилось. Понимаю. Еще одно. Ты почему-то особенно интересуешь князя тьмы. Я на это рассчитываю. Ну что, начнем? Отойдите. Так это ад. Судя по звукам, да. По виду тоже. Что это было? Проклятая душа, обреченная на вечное странствие. Мам! Ущипните меня. Хочу убедиться, что моя еще со мной. Славное местечко. Смотрите, чтобы вас не вцепились. Меня душат. Расцепи их. Пойдем дальше. Они повсюду. Они повсюду. Больше никого и никогда не попрошу подать руку. Не давайте им хвататься за вас. Брин, прыгай. Я бы хотел поскорее слезь с этого карниза. Надо спускаться. Спускаемся. Осторожно. Осторожно. Когда ты убьешь Тимура, я дашь мне его тело. Когда будет нужно. Ты пообещал вернуть меня в мир живых, чтобы я выполнил твое задание. А разве я могу это сделать, если я до сих пор здесь? Сначала Синбад, а потом все остальное. Ваше высочество. Они здесь. Тогда покажем им, что мы гостеприимные хозяева и умеем встречать дорогих гостей. Да, местному населению здесь жарко. Здесь можно встретить много старых друзей. Точно. Держись. Дети Земли, бегите отсюда. Иначе будете вечно страдать. Не худший совет из тех, что я сегодня слышал. Совет-то хороший, но не вовремя. А здесь на самом деле горячо. Кажется, самородная сера. Я не знаю, что это, но нам придется через это перейти. Брин? Ладно. Начинаю. Соберись. Получилось. Они подошли достаточно близко. Цербер, фас. Ты послал против Синдбада собаку? Нет. Я послал свою собаку. Вперед! Нужно ступать туда, где земля остыла. По моим следам. Ты молодец, Брин. Скорее, я чувствую жар. Мас будь. Мне же не будем. Мас писян. Брин. Щас harus уб pluck неё. Я не могу. Это не будет. Я Até. Я не уважаю. Попробуйте. Сможете открыть? Ронгар. Ничего не скажешь. Закалены в адском огне. Я перелезу. Подожди. Что-то приближается. Откуда? Из-за ворот. Тогда хорошо, что они закрыты. И чего это я разговорился? Вот это я понимаю. Настоящая сторожевая собака. Наверное, Цербер. Он охраняет вход в ад. Надеюсь, он не голодный. Бросим кость и увидим. Не нравится мне этот звук. Я отвлеку его внимание, а вы прокрадитесь за ворота. Хороший песик. Я говорю правду. Хороший. Хороший. Ты знаешь, какие ты команды? Сидеть. Бегите. Тебя даже не научили проситься на улицу. Я от него скоро оглохну. Молодец, Дубар. Ну ты и бежал. Кто бы говорил. Песик хочет назад. Дубар, смотри, чтобы он не открыл ворота. И не играй с ним. А мы найдем Тимура. Пойдем. Сбоком. Надеюсь. Закрой пасть, псина. Я не голодна. Вам нужно поесть. Еще? Нет. Позже. Такая молекулярная активность просто удивительна. Вы никогда не видели силы тьмы в действии? Видел не раз. Но, как ученые, считают, то, что мы называем дьявольским, часто оказывается иллюзией. Это вам говорят ваши глаза? Возможно. Я уверен, что здесь не последнюю роль играют наши первобытные страхи. Мы должны бороться с ними. Может, попробуем вместе? Расслабьтесь. Глубоко вдохните. А теперь представьте себя свободной. Поверьте, что вас ничего не сдерживает. А потом я схвачу вас за руки и вытащу. Готовы? Ваше высочество, пес их не остановил. Прогресс. Люди почему-то считают, что это хорошо. Почему ты нянчишься с ними? Потому что мне так хочется. Почему не позволишь мне их убить? Потому что смерть – очень приятное зрелище. Я хочу насладиться смертью Синбада. Ты видишь, куда она ведет? В темноту. Но нужно идти. Другой дороги нет. Я так и думал, что ты это скажешь. Вот так вот. Потихонечку. Шаг за шагом. Давай. Давай. Наверное, это возле самого ада. Не спеша. Шаг за шагом. Не спеши, Брин. Не даром я люблю котов. Не спеши. Держи равновесие. Пол дороги уже прошли. Все нормально. Синбад, держись. Так. Почти все. Летучие мыши. Скорее. Он сейчас разрубит веревку. Хватайся. Ронгар. 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 Ронгар еще раз. Да. В моем царстве вы воспользовались силой добра и света. За это вы умрете. Удивительно. Вам все-таки повезло добраться до меня. Мы всегда были хорошей командой. Мы всегда были хорошей командой. Предлагаю договориться. Я дам вам возможность выиграть. Приходите ко мне и будем играть честно. Кажется, мы заключили договор с дьяволом. Ты прав. Начинайте молиться. Если подведешь меня, то на этот раз я тебя уже не вытащу. Не подведу. Это для того, чтобы ощущения были острее. Ронгар, охраняй мост. Нам еще нужно будет возвращаться. Мы остались вдвоем. Ты готова прогуляться по Аду? Еще как готова. Заходите. Мы вас ждем. Он еще жив. Ты знаешь, зачем мы пришли? Отдай Тимура, и мы уйдем. Уйдете? Раньше, чем начнется наш маленький Армагеддон? Нет. Нет. Мне кажется, ты слегка заржавел. Откуда он взялся? Нет. 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 Продолжение следует. Я могу вызвать легионы мертвецов. Хорошо. Будем играть по вашим правилам. Сын не должен отдавать тебе свою жизнь. Это я решаю, кто будет жить, а кто умрет. Ведь должен был быть поединок. Не обязательно. Отец приносит сына в жертву. Библейский сюжет. Я не позволю. Я заберу тебя с собой. Никогда. Немедленно уходите отсюда, иначе я забуду про свою минутную слабость и не посмотрю на наш уговор. Освободите Мур и Метану, иначе мы превратим это место в райский сад. Ты смеешь мне угрожать. Рано или поздно ты ошибешься, ведь ты всего лишь человек. Мы встретимся без твоих небесных покровителей. Как ты себя чувствуешь? Не знаю. Сможешь идти? Ладно. Пора попрощаться с покойниками. За то, что вы вернули моего сына. За то, что вы вернули нас. А этот пончик вам бесплатно. Кое-кто умирает тяжело, правда? А их ненависть живет дальше, и их муки будут бесконечными. Хорошо сказано. Если бы я могла вспомнить, где я слышала эти мудрые слова. Когда-нибудь вспомнишь? Надеюсь. Теперь я знаю, как я себя чувствую. И как? Свободно. Знаешь, это единственное чувство, ради которого стоит жить. Я запомню. В чем дело? Что-то в его истории кажется мне очень знакомым. Жизнь полна тайн. А в твоей жизни их больше, чем у других. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok